итак добрый день всем тем кто не то что смотрит слушает наш подкаст с вами такие книжные подкаст землетеки пушкина и сегодня это необычные подкасты потому что мы вещаем прямо с центра такого центра знаний с центра книг такой книжной атмосфере здесь сейчас сидим и он у нас непростой подкаст потому что мы решили брать интервью у молодежи и их увлечениях книгами да сейчас говорят что молодежи молодежь не любит ну не увлекается чтением однако однако к нам сегодня в гости пришел человек который прямую это прямое опровержение этому искать выражению наш гость лера максименко она студент и она очень увлекается чтением она увлекается книгами и любит очень много читать давайте поприветствуем я вера добрый день я расскажу пожалуйста вот мы хотели бы сейчас слушателям узнать как вы начать начали свой такое свое увлечение книгами почему начали уникать книгами как это дошло скажем так хорошо это очень интересно и необычно наше время даже просто необычно наше время можно сказать поэтому давайте с вами поговорим об этом как вы к этому пришли почему книги почему книги лера объясните нам хорошо ну лет в одиннадцать-двенадцать вообще мне подарили впервые книги именно такие более взрослые подростковые это была серия про девочку шестой луны и нам учатся мой вечер и наверное тогда у меня как раз таки началось увлечение любовь к книгам и любовь к италии потому что там описывать совместить так интересно да то есть как-то все это правильно прошло но еще в детстве мне покупали такие тонкие книжки я с ними спала могла под подушку положить и через неделю от них уже ничего не осталось вот интересно да появлялась в любовь потом да пошла уже условно более такая серьезная тяжелая литература в школе мне очень нравится достоевский до сих пор нравится хотя мне кажется что наверное в школе его читать трудновато но все равно потому что такая атмосфера сумасшествия ее трудно переносить в таком возрасте но то что могу порекомендовать школьной программы это казаков олени рога очень нежное красивое произведение для школьников это будет думать и легко вот а что могу порекомендовать школьником что будет легко и интересно очень повторюсь нежно читать это казаков олени рога это тоже такое полуфэнтезийное полу романтическое произведение там про девочку которая как-то натыкается на сказочных существ но при этом то ли это думаете вот это будет учиться и школьникам я же мы что-то лет наверное 13 14 очень в общем в родители кто нас слушает если нас слушают родители бабушки дедушки школьники то имейте ввиду лера силу своего опыта читателя а чтеца любители книг рекомендует примерно восьмой класс говорить я думаю старшая школа средняя школа еще раз название книги казаков олени рога хорошо все большое произведение все вбивайте ищите и ходите в библиотеке и спрашивать эту книгу поэтому потому что думаю еще рекомендую то нужно взять на попробовать какая на вкус легкая да легкая это самое главное и нежная поэтому очень для мальчиков для девочек но возможно все таки больше для девочек но мне кажется здесь тоже гендерно все значит так что все услышали быстренько будем магазины не знаю книжные в библиотеке ищем книгу спрашиваем смотрим знаете тоже так лера мы с вами продолжаем разговор смотрите еще получается вы сейчас сейчас вы чем увлекаетесь именно вот может быть читайте мужики после время книги читали что вот сейчас вообще чем может быть немножко книжной истории вернусь да хорошо дело в том что я читала ну так среднее количество книг не очень много не очень мало до лет 15 и где-то с 15 до 17 лет из того что я был такой период когда вообще ни с кем не общалась просто сидела дома как-то немножко замкнулась у себя я читала очень много книг вы пришли с нового мира в другой да 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 из реальности и манейка такой в книжный мир да мне было намного приятнее наверное проще там находиться и из-за того что я практически ни с кем не общалась мне же нужно было где-то брать эмоции или новые места какие-то еще что-то получить впечатления какие-то я все брала из книг все эмоции все путешествия не были книжными а потом лет 17 я такая да нет все таки нужно я не думаю что помогли открыться но они помогли мне вот этот период пережить пережить какой-то тяжелый кризис не для меня а лет 17 я уже начала как-то выходить из своего кокона и сейчас книги для меня немножко другую роль играет нежели раньше то есть это не просто сюжет это не просто увлекательные какие-то моменты это ответы на вопросы и поддержка потому что где-то полгода назад ну были тоже не самые такие простые события у меня веселого звучит я смотрю прям всякие прям вот у вас времена прям даешь тяжелое есть и сложное ну книги вас все время поддерживали очень поддерживаю да ну не то чтобы сложно просто вот это вот знаете когда тебе 17-18 лет такой период ты сепарируешься и отделяешься от родителей это финансово и национально как-то тяжело и вот это вот знаете двоемирие потому что в родительском доме тебе очень легко и комфортно это маленький а тут огромный темный мир но при этом он интересен и вот насчет этого тоже могу порекомендовать книгу она меня очень сильно поддержала это дэмиан германа гесси так в общем если вы сейчас дошли до момента смотрите действий это нашел будет такой месседж нашего подкаста один один из главных совет вашего подкаста что это то что если вам тяжело если у вас нас по такой период а этого если вы младше нас или там вы еще не там сука вообще 20 до 11 все вот если вам еще не не за студент или еще учить школе то у вас наряда по период если вы также вот такие же есть какие-то не знаю сложности то не знаю то у вас вот поддержка книги книги вас поддержит это вас на еще один совет от всего нашего сегодняшнего гости книги ваш не только источник знаний но и источник поддержки поэтому еще раз эта книга как называется герман герман гесса она получается мне кажется она действительно покажет вам что вы не одни такие не вы не только вы проходите этот действительно нелегкий период то есть это эмоциональное отделение семьи родителей какое-то взросление это абсолютно нормально вступать вот этот огромный новый мир с каким-то огромным непонятно вообще с чувствами какими-то поэтому мне кажется книга действительно может быть хорошая поддержка если смотрят еще родители имейте ввиду если у вас что-то с ребенком начнут кире изменения происходит подростковый вот эта книга пожалуйста вручаем ему он начинает читать и это помогает ему выйти и адаптироваться лучше просто просто поддержка хорошая смотрите мы сейчас еще говорили вот трудности подростковой жизни вот сейчас еще конечно везде такое есть что молодежь и свои подростки и юноши все себе молодежь они еще любят смотреть фильмы и тогда могут быть мультфильмы по книгам я хотел еще у вас знать это тоже как представители молодежи как вы относитесь к экранизации но вот могут какие-то у вас есть плохие примеры или хороший пример или может что-то еще поставить и может ввести какой-то фильм который понравился по книге и еще вы может очень увлекаетесь фильме может в общем ваше мнение пожалуйста так но дело в том что чаще всего если я читаю книги которые почему-то редко экранизировать или вообще не экранизировать вот так получилось но тот же самый например сегодня будем говорить его тоже экранизация книги которым будем говорить меня если честно не очень понравилось потому что была не та атмосфера как книги но при этом я мне кажется что фильм или тот же самый сериал какой-нибудь по книге вот 11 22 63 по стивену кингу сериал с джеймсом франком мне очень понравился да и книга понравилась поэтому мне кажется что это просто другое произведение то есть это адаптация и видение книги автором сценаристом режиссером и так далее то есть в штыки это воспринимать не стоит до понимать что это другое произведение у человека другое видение он просто создает то что нравится его чего он кайфует поэтому я в этом случае очень лояльно хорошо может быть я просто не натыкалась на такие ужасные фильмы по любимым книгам допустим вот сейчас вот очень популярна литература стивена кингал вот ты сталкивались да и вот очень много сейчас книг вот тоже и фильмов сейчас очень много которые учитываются ставить вот экранизация попсовок который очень много все знают то есть тоже она да если не ошибаюсь вот что вы об этом думаете вы читали ли вы и как вы сравниваете это и носик пишет почитали больно не очень лекаетесь но и стивен кинг как-то да мне немножко странную обошел есть несколько книг это например сияние 11 22 что тоже экранизировали да это все мне кажется какую книгу не возьму стивен кинга она экранизирована точно просто но очень много сияние то есть по деталям там все это ну вот ну смысле атмосферой нет нет смысле что все книги экранизированы почти все сияние мне очень понравилось мне понравилось им больше книги это такое немного нераспростраденное мнение но по-моему кто кубрика снял по-моему сияние играет николсон да да он мне очень понравилось по атмосфере по какой-то такой жуткой мистической вы любите такое да и трейлер или вам больше такие движения нравится мне честно сказать не очень нравятся трейлер это же последнее время хочется что-то больше более позитивное набор фэнтези у вас или киос магический реализм но магический реализм не например там кто маркес от маркеса я не читала а например сильви жермен французская автор французский она не очень популярна потому что последний раз книги ее издавались в 2000-2003 году то есть но у нее тоже очень много чувственности и ощущение что это вроде бы наш реальный мир но есть что-то магическое и таинственное и это просто тоже осенью очень приятно читать немножко тоже легкое сумасшествие но приятно читать все также возвращаясь к теме возраста смотрите я хотел узнать вот вы говорите вы сейчас может порекомендовали книжки легкие маленькой для школьников маленький постарше которыми и может быть у вас еще есть какие-то может рекомендации его допустим сейчас людям будет интересно послушать допустим утрам представителя молодежи того что почитал много книг что она как как есть в метода комп惠т и может быть другим вот по возрастам тоже интересно вот может допустим а тебя рекомендации Ну вот та же самая Сильви Жарлен, книга называется «Дни гнева», мне кажется, что ее стоит читать лет в 20, в 19, как раз во время студенчества, потому что она раньше может немножко напугать. Я рада, что я ее взяла лет в 18. Потом книга, которую я перечитываю практически каждую осень с 15 лет, это «Поющий в терновнике» Колин Макалу. Очень известная книга, это семейная сага, и многие там смотрят больше на любовную линию, такую запретную любовь и так далее. А мне нравится смотреть, как психологически меняются женщины разных поколений. То есть, например, Фия, мать, она очень таких вот замкнутых взглядов, она вышла замуж за нелюбимого человека, и ее дочь пытается как-то вырваться из этого, да, то есть, ну, еще время меняется, какие-то уставы меняются. И дочь, как дочерь, третье поколение женщин, она уже свободна, она находит свою любовь, и вот это психологический, изменение психологического портрета женщин тоже очень интересно. Мне кажется, что можно лет в 15 свободно, спокойно ее читать. Мне вот мама ее рекомендовала, и тетя, и, в общем, все женщины из семьи. Ага, и в общем, и нормально все, и прям попали. Лес в 15-16. Вы еще говорили, что в школе вы читали Достоевского, и говорите, что он был сложным. Вы думаете, для какого возраста он подойдет, чтобы вот, когда вот может, в каком возрасте можете претендовать? Вы говорите, вам было сложно? Мне было сложно. Да, то как вы думаете, с каких момента может быть так? Лучше читать. Чем старше мы его пометим? Мне кажется, да, то есть, просто дело в том, что Достоевский даже не в плане языка, в плане языка, у него очень красивый язык, в плане атмосферы, потому что, честно, когда я читала «Преступление и наказание», мне казалось, что я схожу с ума. Ну, потому что, да, то есть, это действительно очень психологически давит, и мне кажется, что, ну, не всем это подойдет, тоже в 14-15 лет. Так, к слову, а насилие в школе, да? Может быть, оттьмотано, где проблема таится, да? В общем, да. Смотря какая психика у разных детей. Так, значит, отлично. Вот мы примерно о возрастах поговорили, какая альтература. Смотрите, сейчас у нас в этой книжной атмосфере, в лете, где мы сейчас находимся, у нас сейчас прямо на столе есть отдельный экземпляр книжки, который у нас называется, это автор Рэя Бридмер, называется… Надвигается беда. Да, или что-то страшное ведет еще вот так, смотрите. Да, разное название. Вот, ну, не зря, конечно, к примеру, у Леры есть такая интересная история, ну, такая, скажем, небольшая такая история об этой книге. Пожалуйста, можете поделиться. Хорошо. Ну, лет в 13-14 я, в принципе, начала ознакомиться с Рэем Брэдбери и поняла, что это точно мое, потому что, по своей сути, я такой кинестетик, мне приятно и лучше понимать, осознавать мир через чувства, ощущения, через вкус. И вот у Рэя Брэдбери безумно вкусный язык, он очень красивый, и, например, даже название рассказов, у него есть рассказ «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого». Ну, то есть, вообще, настолько вкусно и красиво. Интересно. И у него очень много уюта, очень много нежности, но при этом много ностальгии и грусти, и вот это тоже мне нравится. То есть, какие-то ощущения, что ты грустишь по временам, в которых когда-нибудь не было, поэтому это такие вневременные книги, и ты всегда можешь понять героев, мне кажется, именно этим Рэй Брэдбери. Вот поэтому он популярен, отзывается просто в сердцах людей. Мы еще даже вот сейчас к этому выпуску, мы подменили, как-то книг 30-й подмесили, вы можете как-нибудь книг 30-й, допустим, привести. Например, у нас, получается, сейчас вот именно подкаст, он как бы идет из библиотеки, поэтому мы хотели бы тоже вот, ну, и сейчас ее осень, и мы хотели бы вот привести вот через Леру, с камуфилеры, она вот, ценитель Рэй Брэдбери, ценитель этой книги, может быть, привести к ней писатые книги, которые интересные, которые бы сама для себя подметила для такой темы, допустим, какая-нибудь. Да, сейчас единственное, что в 13 лет я прочитала, и вот недавно, к осени, готовясь атмосферно, перечитала эту книгу, и тоже вот абсолютно разные эмоции и чувства, но Брэдбери, наверное, попозже немножко, да? Ну, хорошо. Давайте, ну, вот насчет красивого языка. «Ночь благоухала тледом осенней листвы. Пахло так, словно за городом вырастали дюны мельчайших песков древнего Египта. Царило поистине какое-то промежуточное время, и мысли их уподоблялись то косматому Эрделю, то сладкодремлющей шелковистой кошке». И вот так вся книга, понимаете, очень красивая, очень любящаяся, поэтому, да. И еще ценители тоже библиотек, ценители книг. Здесь, во-первых, достаточно много времени уделяется пространству библиотеки, потому что отец одного из героев работает в библиотеке, и он ночью приходит читать книги, перебирает полки, прям так тоже атмосферно. И упоминается огромное количество книг, и даже само название взято из произведения Шекспира, то есть это строчка из произведений. Но если про библиотеку, итак, библиотека «Воскресный вечер», четверть восьмого, половина восьмого, без пятнадцати восемь, библиотека «Великие сугробы тишины» и застывшая на полках лавина книг. Этих кленовидных кирпичей вечности, балансирующих на высотах, где круглый год не прекращается незримость, не хватит времени». Ну то есть, я кайфую, когда читаю Брэдбери, поэтому это прям… Это прямо интересно. Вы сейчас говорите, кстати, что у вас, вы говорите, что каждую осень вы читаете определённую книгу. А вообще вот, допустим, каждый может быть, и ответственно, потому, что у вас есть какая-то книга какая-то у вас, да? Да. Ну тогда вот давайте, потому что я как-то саму интересно. Какие у вас книги такие, и может быть, когда представлю вашему примеру, и тоже определённый сезон, определенный месяц, определенный день, определенный праздник, не знаю, будете читать так же, как и… Вы, может быть, так. Ну, дело в том, что, да, мне очень хочется создать и настроиться на сезон. Мне очень хочется создать атмосферу для себя, чтобы просто было приятно жить. И книги в этом очень хорошо помогают. Тот же самый Рэй Брэдбери, у него много рассказов, которые на осеннюю, на хеллендскую тематику. Но сейчас точно не вспомню. Ну, например, «Хлеб из прежних времен» — очень короткий рассказ. Он про ностальгию, про какие-то вот минувшие годы. Мне кажется, осень — это прекрасное время, чтобы про это все вспомнить. Как-то про старых друзей. Да, Лере 19 лет, про старых друзей. Мне кажется, что у меня в душе 53. Ну, у всех душевно было разное, но почему бы и нет. Да, почему бы и нет. Каждый сам решает. Давайте тогда поближе к нашему вопросу. Все-таки наша 50-летняя Лера, что предрекомендует всем остальным читать в разные сезоны? По своему примеру, допустим. Что вы читаете и что вы можете, как вы думаете? Так, ну вот смотрите, «Осень», например, «Рэй Брэдбери». Берите какие-нибудь интересные, таинственные названия рассказов, не прогадаете. «Осень», значит так, «Осень», «Рэй Брэдбери», «Любый рассказ». Ну, не любой, но у него есть прям сборники целые, которые… Мистические? Да, мистические. Надвигается беда тоже про Хэллоуин перед активами. Ну, перед Хэллоуином в октябрь все действует. В общем, записываем себе, значит, «Осень», «Рэй Брэдбери», «Рэй Брэдбери». Да, вот такие вот мистические рассказы. Да, там всякий скелет. Вот такой рассказ. Мистик? Да, в общем, мистик. Всё такое. Окей, идём дальше. Хорошо. Зима. Что могу порекомендовать? Например, Чарльз Фрейзер «Холодная гора». По-моему, я вот честно не помню, читала достаточно давно, но помню, что главный герой идёт к своей любимой. Там, по-моему, гражданская война в Америке. Всё вот на этом фоне. И эта девушка живёт в деревне, где-то в горах. Это которая война от Минараса, да? По-моему, да. Нет, это североюб. Да, да, да. Равство — это как его компетенция, что-то только не как произносит образоваться. Точно такое, да. Да, да, честно, я не вникала, к сожалению, в исторические консервы. Но это очень часто встречается, поэтому это в той теме. Да, да, да. Ну и... Вот опять-таки, если не путаю, и он идёт к своей любимой через холод, через коры, и всё такое холодное. Ещё одна книга, которая у меня запомнилась почему-то больше, она уже... Вот если первая — это просто сюжетно, мы следим за героем, то во второй есть и любовная линия, и детективная, небольшая. И, кстати, и первая экранизирована, очень тоже хорошая экранизация. Вот вторая — это Дэвид Кутерсон, «Снег на кедрах». В общем, тоже интересная история. Маленькая американская тоже деревня, ну, не деревня, маленький городок, приморский. И в этом городе живут японцы. Это после Второй мировой войны. К ним не очень хорошее отношение у местных жителей. И вот один из американских мальчиков влюбляется в японскую девочку. И потом там тоже детективная... Спустя там 10-20 лет детективная история. И прям такой тоже... Постоянный снег с дождём, постоянный холод. В общем, если вы хотите вдруг почему-то зимой не согреться, наоборот, замёрзнуть, то, пожалуйста. Да, это точно хорошая рекомендация. Да. Итак, это «Зима». «Зима». Вот две книги, мне кажется, прям, да. Хорошо. «Зимой» так, понятно. Идём дальше. «Весной». «Весной». Вот знаете, тоже Рэй Брэдбери та же самая «Апрельская ведьма». Это небольшой рассказ. И, в принципе, тоже у Брэдбери можно поискать именно такие очень весенние рассказы. Честно, опять-таки, не вспомню точно. У Рэй Брэдбери, получается. У Рэй Брэдбери тоже. Смотрите, он уже попал в осенью, получается. И весной, и летом тоже будет. И летом тоже будет. Да, да, поэтому. Хорошо. Тут, понимаете, ну вот насчёт зимы, как-то у него, мне кажется, меньше рассказов про это время года. И весной, вот, наверное, это просто одно, ну как, не самое мое любимое время года, и я ему не очень много времени тоже своего уделяю. И прям книг про весну, про пробуждение, всех природ, у меня такого почему-то нет. Нет, ну может быть, Паустовский «Золотая роза» возможно. Там про писательство. Мне тоже учительница по литературе дала это в 13-14, потому что я начала такое писать. Писать? Да. Что-то такое. Так, так, подождите. Это ещё один, про который я не знал. Вы ещё и пишете. Да, но очень редко, и вот просто в смысле настроения. Ну, смотрите, получается, давайте только сейчас закончим с этим, и потом мне интересно будет про ваше писательство. Хорошо. В общем, да, поэтому «Золотая роза» Паустовский, тоже очень нежные, такие любовные, и не только любовные рассказы, небольшие, поэтому, да, тоже хороший спорник. Ну, «Лето», опять-таки, «Брэдбри» — это «Лето прощай», ой, «Лето прощай», сейчас скажу так, «Вино из одуванчиков», да. Бестселлер, мне кажется, каждое лето, вообще во всех магазинах, везде. И «Лето прощай» уже можно под конец лета читать. Там, по-моему, те же самые герои, что «Вино из одуванчиков» просто вот конец лета, они готовятся к осени, тоже атмосферно. Потом «Летом» еще, вот еще хорошая книга, но она очень, это вот опять-таки, из серии, если вы летом хотите еще более жаркую атмосферу, то это «Коба Аба», это японский автор, «Женщина в песках». То есть все, все действие происходит в пустыне. Там люди живут, там деревни, там тоже немножко… Японский автор пишет про пустыню? Про пустыню. Это пустыню там, где-то бедуин такое, да? Ну да, в принципе, наверное, это просто… Я вот даже не помню. Просто мне интересно, где я впервые слышал, что японский автор. Обычно я слышал, что японский типа гейши, такое у них, что-то такое японское, самураи, что-то такое. Это все, что их традиционное. Но вот именно, что японцы пишут про вот такие… Я, честно говоря, такие пустыню. Интересно. Да, правда, и сама книга очень интересная, и у нее безумно эстрадный, для меня до сих пор непонятный, почему так, финал. Вот интрига вам, пожалуйста. Вот вам и интрига, да. Есть хорошая экранизация, старая, черно-белая, она очень хорошая, там прям все по книге, если вдруг… Это по этой же книге, да, называется тоже «Женщина в песках», она черно-белая, там она, по-моему, одна всего лишь. Все понятно. Ну, в общем так, значит, мы получили рекомендации, мы получили… Теперь вы знаете, что нужно читать, если у вас есть какие-то проблемы, если вам тяжело, если вам одиноко, если у вас такой период, если у вас какой-то сезон наступает, если вы слушаете нас где-то далеко, в основном это осень, и сейчас у вас, допустим, начинается осень, если вы слушаете подкаст весной, вы знаете, что читать весной, летом, зимой, неважно, у вас есть рекомендации, вы можете это послушать. А теперь у нас, у нас получается, как мы уже только узнали, Лера у нас не только читает, но еще и сама что-то делает, чтобы люди читали, чтобы кто-то еще читал, она пишет, получается. Это очень классно, потому что мы позвали гостя и узнать об его вкусах, и он еще может с нами поддиться с опытом, как по ней писать. Вы говорите, что она, вы не так часто пишете. Но почему, не то, что почему, наверное, глупые вопросы говорят, но потому что просто интересно вам книги читать, вы, наверное, просто сами об этом начали улечиться. А маленько об этом, как вам эта идея пришла, может быть, какая-то книга, которая у вас, после книги, почитали книгу и такая, о, почему бы мне позже не пробовать, или может быть еще что-то, а о чем вы пишете маленько об этом, думаю, это людям будет интересно, что же это у вас такое есть. Да, что это можно. Ну, писать вообще началось со стихов. Мне кажется, что в подростковом возрасте в веществе есть такое. Такое есть, если не кто-нибудь здесь это занимает. А вы писали? Ой, знаете, честно говоря, был такой, был такой грешок, скажем так. Ну, знаете, я просто читал, это было совсем давно, это было в детстве, это детство, совсем когда сказки читал, допустим, Маленький принц, который все читает, допустим, вот это вдохновение пришло, допустим, вот всякие сказки, Пушкина и Маленький принц, я тоже прочитал, и не просто про обычную общую читателю, я читал, скрещу, и просто всякую-всякую книжку, допустим, придумал какой-то герой и писал, он пошел туда, он победил, злодея, он выиграл, ура, и так вот все листы были исписаны моим детским горячим почерком, вот так все было исписано, я так писал книжку, у меня потом была целая коробка листов из этих эстрадий, 12 листов, 46, 48 листов, и все были исписаны моими рассказами, стройка была, фэк и фантазия, там это типичный дискредит, это такое, ну, обычный дискредит такое, то, что я прочитал, я наподобие не написал, вот у меня так было, как у вас? У меня, ну, это тоже интересно, это по-своему-то, знаете, это ардельский арт-хаус, я бы так назвал, интерпретировали то, что читали, как переработать, по-своему так и интерпретировал, да, и все просто, поэтому мне интересно, что же вы там делали? В целом, творчество, это всегда интерпретация мира, того, что ты видишь вокруг, поэтому, ну, у меня лет в 11-12 я была в лагере, мне нужно было написать стихотворение, поздравление на день рождения как будто, я написала, а потом увидела, что, это интересно, можно продолжить, почему бы и нет, да, и, собственно, так и пошло, и лет до 15 я писала только стихи, на Чистяковских чтениях участвовала, в целях, на каких-то конкурсах, то есть это не просто так было, то есть там уже конкурсы были, да, а потом, ну, там были такие привычные темы, тоже про Родину, про что-то еще, и параллельно еще писала что-то свое, то, что мне нравилось, и лет с 15-16 я начала писать немножко, ну, такую прозу, рассказы, там уже, получается, уже начали книги будешь видеть, ваши рассказы, начали расширяться, скажем так, то есть мне захотелось писать про, ну, честно, я не пишу истории, у меня не получается придумывать особо сюжеты, я пишу чувства, я пишу вот какие-то свои чувства, увижу что-то красивое, мне хочется это запечатлеть, ты только прикольный, ну, что-то в этом роде, собачка, милая, ну, что-то в этом роде, просто, например, ну, это я вкратце бы сказал, это я очень вкратце сказал, да, то есть, например, вот сейчас, летом, я сидела дома, у бабушки, у нас такая большая, пятикомнатная квартира, и постоянно, в определенное время, в этой квартире, какие-то сквозняки, вот определенное время, на каждый день, и я подумала, а я как раз читала Антуана де Сент-Экзубери, помимо маленького принца, он еще писал прозволь для взрослых, например, ночной полет, что еще, ну, то есть, в общем, он очень любил, собственно, писать про полеты, там тоже пустыни, там, бедуины какие-то, как бы, встречи с ними, и в целом, размышления о жизни, он сам был пилотом, и вот это все у меня как-то наложилось, и я подумала, а если, например, в этой пятикомнатной квартире, в большой квартире, вдруг, тоже по вечерам, как-то, вот эти вот ночные, вечерние сквозняки, появляются, какой-то маленький мальчик, замечает, что они появляются, а он хочет стать летчиком, потому что, дедушка летчик, и вот каждый вечер, в определенное время, он представляет, что он пилот, и проносится по всей квартире, видя своих родителей, видя бабушку с дедушкой, там, на какую-нибудь, там, тропическую, условную кухню прилетает, и вот его встречаешь, что он такой пилот, и в этом тоже хочется вырасти, стать, и в общем, как-то в голове все сложилось, и я про это написала, просто какую-то историю, но это такая зарисовка, мне хотелось, наверное, написать что-то теплое, просто приятное, или, например, я сидела возле окна, увидела какую-то, там, красивую девушку, которая похожа для меня, почему-то, на ведьму, и вот я подумала, что она закрывала магазин, я думаю, она, а вдруг, владелец магазина ведьма, и весь оселок об этом знает, весь вся деревня об этом знает, она такая, как бы, ну, красивая, и про нее говорят, что вот она ведьма, и вот какая-то молодая девушка на нее смотрит тоже, и вроде все размышляет, и в общем, хотелось просто что-то такое уютное, свое написать, и вот писала. Типа такие, а вдруг, да, да, интересно, такие вот такие истории, а вдруг, вот мне вот сейчас, просто само стало интересно, потому что, учитывая то, что вы читали Рэй Брэдберр и других авторов с их вкусным языком, как вы говорите, получается, вы эти слова тоже как-то могли бы интерпретировать и их использовать, и подобно, так сказать, делать свои, писать свои рассказы. Мне вот сейчас, сейчас сейчас стало интересно, что вы там писали, возможно, даже как-нибудь позже я от вас потребую, чтобы просто мне с каким-нибудь скинули, я просто хочу посмотреть, как человек, который, так сказать, учился, можно сказать, так, у Брэдбери писать, написать, скажем так, и читала Брэдбери, и именно хванялась, смогла это все воспроизвести в своем труде, в своих проектах, в своих рассказах, да, историях, рассказах, да, вот такое. поэтому, если как-нибудь, если у вас будет возможность, я прямо, я прямо очень, я, это все хорошо, это прямо, это было все замечательно. Смотрите, да, да, Извините, вот насчет, да, вы говорили, что Рэй Брэдбери, да, действительно повлиял, и еще один автор, который очень повлиял, это советский автор, Кир Балычев, и я могу сказать, наверное, вот конкретно один сборник, Коралловый замок, это Рэй Брэдбери по советскому, вот честно, там тоже очень много меланхолии, нежности, грусти, и тоже все такие очень-очень нежные, почему-то подобранные рассказы, и вот как-то у меня все это слилось, и вот на этой, наверное, базе я начала писать, как пишу сейчас. Все, хорошо, вот такая компания. Рекомендация. Да, вот еще одна рекомендация всем, кто патриот, тем, кто любит читать в наших авторах, Кир Балычев, получается, из его сборника. Он, правда, советское издание, я вот не знаю, где можно найти, но Коралловый замок. Да, поэтому мы входим в библиотеки, книжные магазины, и опять же смотрим в интернете. Смотрите, еще, посмотрите, у нас в подкасте хотел также затронуть такую рубрику, может быть, интересная история из жизни, связанная с книгами. Я понимаю, что у вас, конечно, возможно, именно с книгами много интересных историй, допустим, особенно, может быть, ваше написание, интересно, допустим, как вы нашли в какую-нибудь книгу, как вы узнали какую-нибудь книгу, на что-нибудь. Может быть, в книге есть какой-то герой, который попрос на год другой из вашей жизни, обязательно. Может быть, любая история. И вот эту вот историю, если вам, конечно, вы можете сказать, какой-нибудь пример вести, какую-нибудь историю. Хорошо. недавно вот интересная история. Дело в том, что я изучаю итальянский язык. Какой? Итальянский. Да, 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 вы же говорили, да, точно. Итальянский язык. Да, что Италия тоже одна из моих любовей, помимо книг. И дело в том, что недавно друг моего молодого человека был в Италии. Ну, конечно, во время карантина там всё это было очень строго. Но получилось, удалось побывать в нескольких странах Европы. И вот он был в Италии. И молодой человек предложил, мол, давай себе какую-нибудь книгу найдём. А я хотела определённую книгу на итальянском языке. Это «Витала Кальвина. Невидимые города». Потому что, к сожалению, сейчас я не могу её найти ни в одном магазине. Он написал своему другу, а друг уже уезжал в какой-то другой город. То есть он уже был просто в одной станции. И он просто говорит, ты зайди, посмотри. А тут как раз оказался книжный магазин. Он зашёл, и там была именно эта книга. И всё, это совпадение просто. Это прям супер. И вот это моя первая книга на итальянском языке из Венеции. Вы, наверное, её очень цените, потому что вам это реально показало. Потому что это, видимо, да. Да, просто зашёл. Судьба. Вот ему оставалось 10 минут до того, как он уезжает. Он зашёл в этот магазин, увидел и всё. И я такая думаю, да. Тогда, может быть, пару слов в этой книге скажете? Вот, честно, я её конкретно ещё не читала, но читала у Итала Кальвина «Наши предки». Это тоже, как мне кажется, магический реализм. И вообще Итала Кальвина – это, наверное, представитель гипертекстуальности. Это когда автор играет со своим читателем. Тот же самый Кулио Картасар. То есть это не просто чтение, это игра. Ты можешь книгу по-разному прочитать. И вот у него такие книги есть. Но наши предки там, например, что там… Рыцарь, которого держали, его дух держали доспехи. То есть просто доспехи внутри ничего не было. Интересно. При этом был намного человечней, чем многие рыцари просто из плоти, из крови. Такой призрак доспехов. Да, да, да. Или там раздвоенный виконг, как, по-моему, называется, которого там случайно на войне раздвоили. Одна его половина ходила по миру злая, а другая ходила по миру добрая. Это какая фантазия должна быть. Да, да, да. То есть и вроде бы это всё существует в обычных реалиях, но при этом есть мистика, есть какая-то фантазия, ну, фантазия такая большая. И, в общем… Смотрите, вот получается, вот ещё бы хотелось бы задавать такой вопрос. Сейчас ваше мнение, как, в принципе, тоже молодёжи, к тому, что сейчас молодёжь читает книги, ну, не так, много и не так часто, как хотелось бы, как, может быть, раньше. Как вы к этому относитесь? Как вы думаете, с чем это связано? Мне кажется, что чтение, особенно сейчас, когда все люди умеют читать, это не привилегия и какое-то элитарное занятие. Это просто одно из хобби человека. Он с таким же успехом, как мне кажется, лично, хотя тоже, наверное, не очень популярное мнение, может смотреть фильмы или смотреть сериалы. То есть раньше просто вот действительно из-за того, что не было кинематографа, люди больше уделяли времени книгам. Это одно из развлечений. То есть увлекательная история, которой ты можешь посетить несколько вечеров. То есть сейчас увеличилось это разнообразие этой деятельности, скорее всего люди уже отошли к чему-то другому и будут… Да, то есть при этом все равно остаются люди, которые читают, которым вот этот способ занятия себя абсолютно подходит. Поэтому, наверное, если ваши дети ну совсем ни в какую не читают, ну не стоит их насильно к этому прививать. Это должно быть… Это должно быть очень активно, очень так… По добровольному согласию, без насилия, поэтому… То есть книги и чтение – это сейчас просто увлечение, допустим, как человек может ликаться компьютером, человек может ликаться футболом, что-то еще. В общем, вы слышали. Да. Да. Такая вот интересная рекомендация. Смотрите, вот сейчас вот в нашем финальном обсуждении, скажем, не просто наставлении, а просто наставлением скажем. Так, что вы можете посоветовать тем людям, вот как человек, который любит читать, как человек, который любит книги, что может посоветовать людям, которые тоже, не знаю, хотели бы попробовать себя… Может быть хотят начать читать побольше, может быть периметричнее. Может быть всем основным людям, которые думают, что книги неинтересны, думают, что книги, может быть, стоят читать. Вот всем тем нашим… Даже всем тем нашим слушателям, кто-то связан с ними, кто-то хочет это… заняться чтением. В общем, всем-всем-всем. Что вы можете порекомендовать все слушатели просто от себя? Что вы можете порекомендовать? Да, ну допустим. Если вдруг вам пошла книга, бросайте ее смело. Вообще вот абсолютно… Нет, тоже вот в этом плане не носилуйте себя. Если вдруг книга вам в какой-то момент, сначала это не нравится, и она не приносит вам удовольствия, или не приносит нужной информации. Вот у многих людей есть такое, что они дочитывают обязательно до конца, при этом как бы переступая через себя. Им не нравится книга. Я так тоже раньше делала. А сейчас поняла, что я хочу… Ну лично для меня вот книги – это удовольствие, это развлечение, это эмоциональная какая-то тоже поддержка. Поэтому просто не носилуйте себя, все делайте по любви. Не только в книгах, во всем остальном тоже, поэтому… Получается, то есть некоторые могут так делать, что вот начать им читать, допустим, им оно не нравится, и бросать, чтобы не думать, что, допустим, все книги такие, что впечатление такое, что тебе не интересно, непочтение не мое, старайтесь побросать. Да, вот допустим, у меня тоже самое такое было. Получается, я тоже не всех прям подряд книги люблю, но мне больше нравятся реальные биографические книги. То есть там что-нибудь про реальных людей, что-нибудь там такое, факты-факты, биографии, биографии, биографии. Реальные истории, только реальность. У меня только, допустим, надо, допустим, выселивать фантастику, такой магический, магический факт, реализм, да. А мне больше именно про людей, про биографию, мне такое нравится читать. То, что это началось. Причините исторические факты, что-нибудь такое. Мне тоже было то, что никак не понравилось. Я тоже не читал, поэтому тоже соглашусь с советом Леры. Читайте книги, которые вам нравятся. Ну, если вам не нравится читать, то не насилуйте себя. Да, тоже. Все делайте по любви. Вот, правда. Хороший совет, в общем, в конце такой хороший. На этом пойти в ночь. Давайте заканчивать наш подкаст. Все делайте по любви. Да. Да, особенно с книгами. С вами была Вера, наш читатель, Вера Максименко. Спасибо вам, что пришли. Вам спасибо. Ну, и вам спасибо, что слушали. Всем пока. Пока.